Добрый день, друзья! Вы на канале Тактик Медиа, с вами Архивная Революция и я Михаил Тимин. Сегодня у нас в гостях военный историк, кандидат исторических наук Мирослав Эдуардович Морозов. Мирослав Эдуардович, приветствую! Добрый день, Михаил! Что так сказать, мы с новыми силами? Отдохнувшие? Да, отдохнувшие, поработавшие, в том числе и над материалом первой лекции. Действительно, сегодня хотелось бы начать уже анонсированную ранее серию лекций по боевым действиям на Черноморском театре военных действий в годы Великой Отечественной войны. Подчеркиваю, не историю Черноморского флота в годы Великой Отечественной войны, а боевые действия на Черноморском театре военных действий. Соответственно, показать все то, что происходило, естественно, нашему флоту будет отделено особое внимание, но в принципе показать все то, что происходило на самом деле в годы Великой Отечественной войны, потому что, на мой взгляд, в полном объеме всю объективную картину происходивших тогда событий, ее еще в общем не до конца, так скажем, написано. Попытка такая была предпринята мной и моим уважаемым коллегой Андреем Ярославовичем Кузнецовым. Вот в 2015 году вышла книга наша совместная, правда называется «На Черноморский флот Великой Отечественной войне. Краткий курс боевых действий», но это, так сказать, визитная карточка издательства «Эксмуяуза». Всегда переделывает названия тех книг, которые предлагаются этому издательству. Фактически книга как раз должна была называться «Краткий курс боевых действий на Черноморском театре», без выделения именно Черноморского флота. Но вышла книга эта семь лет назад, соответственно, появились новые материалы, и даже вот в этой первой лекции вы убедитесь, ну, по крайней мере, те, кто читал эту книгу, убедятся в том, что военно-историческая наука, изыскания, по крайней мере, в моем лице, не стоят на месте, будет достаточно много нового интересного материала. Отлично. Мы даже не сомневаемся в этом. Друзья, и я хочу сделать такое объявление, то, что этот цикл лекций выходит только благодаря вашей поддержке нашего канала на платформе «Спонсор». Спасибо вам за то, что вы нас регулярно поддерживаете, и если у людей, у вас, наших благодарных зрителей, сохраняется такая возможность, то старайтесь это делать именно на платформе «Спонсор». Нам это наиболее удобно сейчас. Спасибо большое. Да, спасибо. Спасибо большое, уважаемые друзья, что вы поддерживаете канал «Тактик Медиа», лекции вашего покорного слуги. Ну, а сейчас, так сказать, закончив с предварительной частью, хотелось бы перейти непосредственно к самой теме нашей лекции. А именно, мы первую нашу лекцию посвятим силам и планам противооборствующих сторон на Черноморском театре военных действий. И, наверное, наиболее логично будет начать с противника, поскольку противник владел инициативой, ну и вообще боевой приказ всегда первый пункт – это противник. Да, мы читаем. Что же конкретно делал наш противник? Ну, я не буду рассказывать всю историю там Румынии в начале, так сказать, первой половине XX века, историю межвоенного периода, историю того, как она вступила во Вторую мировую войну фактически как невоюющий союзник, член Малой Антанты, невоюющий союзник Англии и Франции. И как в результате 23 ноября 1940 года она присоединилась к Берлинскому пакту или Тройственному пакту, как его иногда называют, и стала одним из государств стран Оси. Как она развернула свою политику на 180 градусов, с чем это было связано. Но мы уже начнем вот именно с этого момента, с того, что в результате присоединения Румынии к этому Берлинскому пакту 23 ноября 1940 года у стран Оси, конкретно у Германии, которая на тот момент занималась штабистой разработкой плана Барбаросса, директивы номер 21, которая появилась 18 декабря, то есть через месяц примерно, да, образовался вдруг нежданно-негаданно Черноморский театр военных действий, которого до этого не было, и можно было ничего не планировать. Это вот первая особенность, которую важно понимать. Вторая особенность, вытекающая из этой первой особенности, ну, скажем так, что все события подготовительные по Черноморскому театру прошли гораздо раньше, чем по Балтике и по Северу, в плане подготовки нападения на Северный Союз. Это было связано с теми событиями, которые произошли в Румынии и вообще на Балканском полуострове в начале 1941 года. Конкретно в Румынии в 20-х числах января 1941 года произошел путь Железной гвардии пронацистской. Тем не менее, немцы приняли решение поддержать не Железную гвардию, а поддержать кондукатора Антонеску, который подавил выступление Железной гвардии. Но поскольку главным интересом Германии на территории Румынии это были румынские месторождения, было принято решение взять их под охрану. Для чего части и подразделения двух немецких дивизий были введены тогда на территорию Румынии, и одновременно была введена германская военная миссия. И общая военная миссия состояла из всех представителей всех трех видов вооруженных сил, в том числе и военно-морского флота. Особый интерес в плане подготовки и отправления этой миссии вытекал из того факта, что именно в январе 1941 года под влиянием неудачи итальянцев в Северной Африке и неудачи той войны, которая началась между Италией и Грецией, неудачного итальянского наступления, греческого контрнаступления и готовности англичан отправить войска из Египта в Грецию. Таким образом образовался на юге Балканского полуострова новый театр военных действий в результате этих неудачных итальянских действий. И в Берлине поняли, что без вмешательства непосредственно сил вермахта ничего не получится. Соответственно, надо было готовить ту операцию, которая потом ушла в историю как операция «Морита». И именно с этим была связана та поспешность, с которой в 20-х числах января 1941 года в Румынию была отправлена военная, в том числе и военно-морская миссия. О том, какое этому придавалось значение, говорит хотя бы тот факт, что вице-адмирал Фляйшер, глава немецкой военно-морской миссии в Румынии, накануне своего отъезда встречался лично с Гитлером, от него получал инструктаж. Потому что на этом раннем этапе, поскольку Греция, союзник англичан, Игейское море полностью контролировалось, и Дадиканесские острова хотя были итальянскими, но про противоборство, успешное, так скажем, противоборство итальянского флота с британским флотом, тут очень авторитетно и убедительно рассказывает Сергей Владимирович Патянин, фактически Игейское море с вот этого момента вхождения в войны Грецию и решения об отправке туда соединений британской армии, оно как бы превращалось в полностью контролируемую англичанами зону. Итальянцы могли на эти Дадиканесские острова только проскакивать какими-то там правдами и неправдами, потому что и остров Крит, и континентальная Греция, и все пути до Александрии, на юг весь этот район полностью контролировался британским флотом. Соответственно, возникала мысль и опасение главным образом о том, что в случае начала операции «Морита» британский флот может войти в Черное море, надавив на Турцию, которая тоже по состоянию на начало Второй мировой войны была ориентирована на Англию и Францию в большей степени, может войти в Черное море и нанести удар по району главной базы, ну и главного порта Румынии Констанца, откуда осуществлялся импорт нефтепродуктов танкерами в Италию для того, чтобы заправлять итальянский флот. Соответственно, эта коммуникация перестала существовать с момента вступления Греции в войну. Описания эти были очень серьезные, и поэтому уже в конце января, 23 января, в частности, было принято решение об отправке в Румынию 280-мм береговых батарей, стационарный Тирпиц и железнодорожной артиллерийской батареи Ланге-Бруно, ну, длинный Бруно, обе батареи трехорудейные и дальнейшего усиления береговой обороны района Констанца. То есть, еще на Балтике и на Севере никаких мероприятий не осуществлялось, а на Черном море они уже, так сказать, очень быстрыми семимильными шагами. Вот эта военно-морская миссия под руководством вице-адмирала Фляйшера произвела инспектирование румынского флота. О его результатах чуть ниже поговорим. И сразу же по докладу Фляйшера Редер уже в начале февраля 1941 года доложил Гитлеру, во-первых, о том, что для эффективной обороны района Констанца необходимо объединить всю береговую оборону и румынскую и присылаемые немецкие батареи под единым руководством немецкого командующего и просят в этом содействия МИДа. Ну, естественно, Гитлер написал Антонеску и сразу же получили добро на это. А румыны, в свою очередь, были заинтересованы в том, что, ну, раз немцы пришли, раз союзник, этот союзник нам будет помогать, определенные тут параллели с современной ситуацией просматриваются, что можно будет на халяву у более сильной европейской державы получить большое количество современного оружия, техники, боевого опыта и так далее, и так далее, и так далее. И вот эти вот встречные предложения, да, сделанные румынскими офицерами, вот Фляйшер докладывал в начале февраля в Берлин о том, что то, чего хотели бы получить от нас румыны, намного опережает то, что мы как бы сами хотели им предложить. Они хотят получить намного-много больше. С учетом вот этих всех предложений, с учетом мнения Фляйшера, с учетом предложений румын, для того, чтобы подтянуть румынский флот до необходимого уровня боеспособности, принято было решение о создании в Констанции морского учебного командования немецкого. Это морское учебное командование должно было не только заниматься там какими-то мастер-классами и тренингами с румынскими там унтер-офицерами, офицерами и так далее, там инструкторы проводить какие-то тактические занятия, фактически речь шла о том, что в состав экипажей каждого, по крайней мере, крупного румынского корабля будет введены немецкий офицер связи, а фактически военный инструктор командира корабля, да, и помимо этого инструктора еще ряд офицеров и унтер-офицеров, которые будут контролировать конкретные боевые посты. Ну, например, там, старшина сигнальщиков будет немец при старшине сигнальщиков румын, да, там, при артиллерийском офицере, если это артиллерийский корабль, будет какой-то немецкий тоже инструктор. То есть, непосредственно немцев включали в состав румынских боевых кораблей. В общей сложности, когда посчитали, сколько для всего этого нужно, оказалось около 450 солдат и офицеров Криксмарина. Для флота это довольно большая цифра, это плавсостав в основном. В основном плавсостав. И возникла проблема даже в Криксмарине, откуда взять такое большое количество грамотных людей плавсостава, которые могли быть откомандированы. И брали их из экипажей ремонтирующихся и поврежденных кораблей Криксмарины. Те, которые там до этого ходили в Атлантику, еще куда-нибудь. Вот их загнали в это морское учебное командование Констанца, и в феврале 1941 года они уже были отправлены в Румынию. И подготовка шла такими усиленными темпами, фактически уже к началу операции «Марита», а контрольный срок ее первоначально планировался на 27 марта, уже была приведена в порядок береговая оборона Констанца, о ее составе поговорим чуть позже. Ну вот, группа артиллерийских батарей Констанца, ее журнал боевых действий сохранился с 21 апреля 1941 года. Там, в частности, говорится, что вот эта вот стационарная 280-мм батарея «Тирпец», но это надо представить, да? Потому что, вот, в частности, известно в районе Севастополя две наших бронебашенных батареи, да, 30-я и 35-я, знаменитые. Они начали строиться там в 1913 году, строились по 1917 год, потом в связи с революцией их забросили, и в конце 20-х их строительство было возобновлено, еще там по 3-5 лет они строились и были построены. Да? Здесь вот эта вот батарея «Тирпец», которая была в конце января 1941 года отправленной из Германии, по состоянию на 21 апреля полностью боеготова, стационарная бронебашина. Да, полностью боеготова и уже провела учебные стрельбы. Три. Со своего места уже провела все учебные стрельбы, тренировки, имеет отработанные именно здесь, на месте, личный состав, пристреленные там ориентиры, рубежи и так далее. Вот такими темпами это все осуществлялось. Быстро. Да. Теперь, что касается задач, какие вообще ставились перед флотом противника на Черном море. Ну, эти задачи, я еще раз напомню, просто на тот момент, когда они формулировались, советский Черноморский флот виделся не единственным противником на Черном море. В первую очередь виделись англичане, но и советский Черноморский флот. Вот, в частности, что в журнале боевых действий штаба руководства войной на море от 3 марта 1941 года, ну, непосредственно на основе анализа сопоставления потенциала сил оси на Черном море, которые мы, грубо говоря, представляем, и советского Черноморского флота, писало следующее. «Защита береговых пунктов подготовлена при помощи оборонительных заграждений и местной береговой обороны. Защита морских путей до Босфора возможна только путем наступательных действий против тех, кто им может угрожать. Облегчение положения наших сил, которых не хватает даже для чисто оборонительной манеры поведения, следует добиваться при помощи наступательных мероприятий, таких как А. Наступательный способ применения мин перед базами и на путях развертывания неприятеля. Носители мин, эскадрные миноносцы, либо замаскированные под торговые суда Минзаги. Б. Ночные действия наличных легких сил против замеченных сил врага. В. Срыв, либо затруднение движения через Босфор путем применения мин на его северном выходе. Г. Применение авиации против русских флотских баз. Г. Ну, то есть, как и на Балтике, активная минная война, которая проводилась здесь, виделась как основной способ именно нанесения ущерба советскому флоту, потому что то, что вот здесь было прописано по поводу атак с воздуха на русские базы и на русский флот, значит, еще на раннем этапе, в конце января, начале февраля, еще на этапе формирования общего замысла действий военно-морских сил в Восточном походе, уже Люфтваффе дало четкий ответ военно-морскому флоту, что первые дни, когда силы противника будут в базах, когда можно было бы воспользоваться внезапностью, тогда они будут наиболее уязвимы, Люфтваффе практически не будет никак действовать против советского военно-морского флота, потому что главной задачей является захват господства в воздухе, уничтожение советской авиации на аэродромах и непосредственная поддержка наступления сухопутных войск. Не до ваших флотских задач, поэтому решайте свои задачи сами. И далее. Предпосылки для мероприятий такого рода, с наличными силами, установления соответствующего уровня боеготовности путем немедленного использования немецкого персонала и интенсификации работы по обучению румынских экипажей при помощи этого персонала. То есть, грубо говоря, все эсминцы и минзаги могут быть только румынскими, и только посаженный на них немецкий личный состав на эти корабли может подтянуть их до такого уровня боеспособности, чтобы они смогли выполнять эти задачи. И в соответствии с этими постулатами уже в директиве номер один по операции «Барбаросса» морской ее части, которая была подписана Реддером 6 марта 1941 года, задачи были сформулированы для Черноморского театра следующим образом. В Черном море необходимо стремиться к тому, чтобы даже имеющимися малыми силами, наряду с охранением своего побережья, путем проведения наступательных операций, нанести усещер превосходящим силам русских. Для предотвращения попытки прорыва русских сил через Босфор подготовить минные постановки. От развития событий на Юго-Востоке и от поведения Турции будет зависеть, предпримет ли Англия попытки отвлечь силы от России из восточной части Средиземного моря и с Эгейских островов, меры по их отражению продумать и подготовить. Ну то есть, март месяц, еще Эгейские острова, Эгейское море полностью под контролем англичанами, у них свободный подход с юга к проливной зоне Босфор-Дарданеллы, возможность того, что они введут свои военно-морские силы на Черном море, для оказания поддержки советскому флоту в той или иной мере, либо проведения самим каких-то действий, представлялось немцами вполне вероятно. Также, помимо поднятия уровня боеспособности румынского флота, планировалось использовать и небольшие немецкие подразделения, в частности, поскольку Румыния, Дунай впадает в Черное море, Германия в верховьях Дуная тоже выходит, Австрия там, которая после Аншлюса присоединилась. Соответственно, у немцев существовала Дунайская флотилия, которая до этого, в общем-то, занималась обеспечением экономических перевозок по Дунау. Тут ей решили придать некоторые, так сказать, боевые свойства. Следующим образом, там включили монитор Бехелара, какие-то еще там корабли из загашников повытаскивали. Ну а так, в основном, это были там трофейные французские катеротральщики, которые были привезены на Дунай, и вот все это загнали во флотилию. И вот 27 марта командующий группой военно-морских сил Юг, да, по этому поводу забыл сказать, что также Редер еще в начале февраля, когда вот он говорил о том, что необходимо полностью береговую оборону Констанции поставить под немецкий контроль, также он поставил вопрос о формировании соответствующих командных структур. Ну то есть, вот эта вот немецкая морская миссия на Черном море, вроде бы как, ну вот миссия, там чисто военные советники, и ничего кроме этого. Он в немецких документах начинает уже фигурировать зачастую, как морской командующий Б. А морской командующий А – это штаб, который создавался, который должен был вместе с немецкими войсками идти в Грецию. Соответственно, устанавливать там портовые комендатуры, формировать там береговую оборону и так далее, и так далее, и так далее. То есть, получается, что, имея официальную вывеску одну, фактически он уже готовился на должность оперативного командующего, это начальник военно-морской миссии в Румынии, оперативного командующего на Черноморском театре. А для того, чтобы объединить обе этих двух структуры, командующего А и командующего Б, уже 18 февраля 1941 года был создан штаб так называемого Адмирала Зет. Зет. Да, не поймите параллели, немцы тоже любили использовать эти буквы, да. Адмирала Зет, который должен был вот именно, потом он был переименован в Адмирала Юго-Востока в июле 1941 года, штаб этого Адмирала Зет был переименован в морскую группу, группу военно-морских сил. Ну, вот как вот есть группа армий, Хейерс-группы, да, так вот это вот Марин-группы, то есть, группа флотов, грубо говоря, да, Черноморский флот и Гейский флот. Понятно. Вот, военно-морской группы Юг, и на нее был назначен там Адмирал Шустер. Ну, первым был назначен такой известный достаточно в определенных кругах человек, как Лотар Арнольд Ле Перье. Это самый известный подводник Первой мировой войны, который воюет там на Средиземном море, в основном из надводного положения артиллерии там натопил кучу-кучу-кучу британских и нейтральных судов. И он в межвоенный период там дослужился до Адмирала, служил во Франции. И вот его назначают командующим, ну, то есть, вот этим Адмиралом Зет. Он на самолете должен лететь в Румынию, и 24 февраля он разбился. После этого уже назначили Адмирала Шустера, который там сидел до тех пор, пока, в общем, Денец не подсидел Редера. И в марте 43-го года он всю Старую Гвардию зачистил, и Шустера заодно. Хотя Шустер там, в общем, вполне был на месте. Но это так, небольшое лирическое отступление. И вот этот вот Шустер 27 марта писал. «Мне кажется необходимым применить здесь и небольшие немецкие отряды, но здесь имеется в виду на Черном море. При данных обстоятельствах это могут быть только отряды небольших кораблей. Они, однако, могут иметь большое значение для противодействия вражеской минной войне. Применением такого рода чисто немецких отрядов я собираюсь достичь определенного положительного психологического воздействия на румынские и болгарские военно-морские силы». Ну, то есть, личным примером высокой эффективности немецкие моряки Дунайской флотилии, вышедшие в Черное море, должны были, в общем, побудить румынский флот к активным действиям. Мотивацию поднять. Да, поднять их мотивацию. Но при всем при том при этом, вот эти вот задачи, которые мы только что обрисовали, фактически это немецкое изложение тех же самых мыслей, которые были у нас в конце 20-х годов, когда теория малой войны на море. То есть, флот противника господствует, мы какими-то легкими силами, играя от обороны, пытаемся нанести им ущерб, при этом жестко держим свою береговую оборону, но пытаемся оспорить господство на море проведением каких-то там набеговых действий, минных постановок и так далее, и так далее, и так далее. Все это замечательно. Но так же, как и в советской теории малой войны, из всего этого полностью выпадает комплекс вопросов, связанных с собственными морскими коммуникациями, перевозками по них и обороне этих всех морских коммуникаций. Об этом не принято писать в немецкой литературе, но документы об этом есть. И вот просто я, опять же, не могу удержаться от того, чтобы зачитать ее. В качестве наглядной демонстрации того, какое влияние оказывает на противнику уже сам факт нахождения на театре превосходящих сил противника. Вот флиттенбин этот, пресловутый, который обеспечивает господство на море. То есть, корабли даже могут не выходить в море, но какое они оказывают влияние, просто самим фактом своего наличия. Это, то, что я сейчас зачитаю, это ответ штаба руководства войной на море на запрос генерального штаба сухопутных войск от 4 марта 1941 года, когда из генштаба сухопутных войск запросили. Ну, про проходимость дорог на юге России, на Украине, немцам как бы заранее было все понятно. И они спрашивают, сделали запрос военно-морскому флоту, как скоро, с момента начала восточного похода, вы сможете начать обеспечивать снабжение армии морским путем? Ну, с территории Констанции. Чего проще, казалось бы. Вот ответ я зачитаю. Первое. Штаб руководства войной на море не может гарантировать проводку хоть как-то защищенного снабжения для наступающих из Румынии войск в направлении Устья-Дуная-Одесса. Это пункт первый. Собственно, дальше уже можно ничего не читать, но мы прочитаем. Пункт второй. Для констатации этого руководство войной на море определило следующее основание. Прибрежный маршрут от Устья-Дуная до Одессы длиной более 100 миль соответствует примерно отрезку между Гавром и Дюнкерком. Транспорты тратят на него с оглядкой на навигационные трудности и, возможно, другие задержки как минимум 15, а, вероятно, и примерно 20 часов. Одесса и Севастополь, а также Очаков и Николаев главные военно-морские базы Советского Черноморского флота. Среднее удаление от Севастополя и Очакова до используемого каботажного маршрута составляет 140-150 миль, что для легких кораблей составляет 6-7 часов в ходу. То есть, те 20 часов, тем 6 часов в ходу они успевают запросто перехватить. Таким образом, советские военно-морские силы обладают на Черном море подавляющим превосходством в виде 5 крейсеров, 20 эсминцев, из них 15 современных. Они даже про линкор не упоминают. Ну, понимали, наверное, что он старый и никуда не пойдет. И 6 миноносцев. 10-метровый из Абата, ну, это линия, соединяющая глубины, одинаковые 10-метровые. Вдоль используемого каботажного маршрута находится в среднем на удалении 2-5 миль от берега, затем глубины постепенно увеличиваются в сторону моря. Это обстоятельство облегчает противнику эффективное минирование каботажного маршрута. В качестве минных носителей могут выступать те же самые легкие корабли, также под вопросом части 42-х подводных лодок Советского Черноморского подводного флота. Артиллерийское прикрытие каботажного маршрута в связи с длиной пути и отсутствием вместительных промежуточных портов потребует значительных затрат. Кроме того, на основании изучения карт установка артиллерии будет сильно осложняться частичным заболачиванием берега и большим количеством лиманов. Атаки на каботажный морской маршрут советских кораблей противопоставить практически нечего, также нет достаточных для конвоирования в Черном море сил. Из состава румынских военно-морских сил на ум приходят только четыре эсминца, но о них чуть позже, которые, однако, в смысле состояния подготовки личного состава вряд ли могут считаться боеготовыми. Даже не принимая во внимание это ограничение, их применение для оборонительного охранения конвоев выглядит неправильным в свете советского превосходства. Оно быстро переведет к их уничтожению в то время, как их наступательное применение, прежде всего в качестве носителей мин против советских баз во внезапных вылазках, даст хоть какие бы то ни было шансы на успех. В сумме сказанного в пункте втором получается, что при близости и фланкирующем положении советских главных баз для легких сил и подводных лодок Севастополя-Очаков слабость наших сил и особенности используемых каботажных маршрутов использования этой линии снабжения становятся под вопрос и возможно только тогда, когда советский черноморский флот будет в основном выключен из игры. То есть, для того, чтобы пользоваться кровника цены, надо сначала обнулить советский черноморский флот. Когда это положение будет достигнуто? Зависит от действий наших боевых средств, прежде всего воздушных, от влияния и быстроты наступления сухопутных войск, то есть, зависит от всех, кроме крекс-марины. Да. И вполне возможно также от развития внутреннего состояния советских ВМС. Ну, то есть, революционные выступления, свержение Сталина, дезертирство в Румынию, то, что они предполагали, должно произойти, когда советский режим даст трещину. В любом случае, руководство войной на море держится обозначенного в пункте первом мнения и должно подчеркнуть для генштаба сухопутных войск, что он пока не должен рассчитывать на морские линии снабжения. Понятно. Все. Таким образом, ни о каких коммуникациях речи не шло. И, забегая вперед в наши последующие лекции, скажем, что достаточно долго вот этих вот оценок, сделанных еще до войны, когда уже начала меняться обстановка, Крикс-Марина продолжала придерживаться и дальше, потому что организация вот этого всего движения и защиты конвоев требовала привлечения дополнительных сил и средств из Германии, чего категорически Редуру делать не хотелось. И началась так называемая странная война на Черном море, когда Крикс-Марина просто прятала в голову песок под части выполнения целого ряда задач, делала вид, что их нету, выпиливала себе из этих всех задач только оборону побережья, с ней успешно справлялась, а все остальное, ну, ребята, крутитесь сами. Было примерно так. Теперь, что касается состава военно-морских сил Румынии. В первую очередь, конечно, их корабельного состава, ну, во-первых, это два было относительно современных эсминца, постройки после Первой мировой войны, построены были в Италии, но по проекту британских лидеров Первой мировой войны типа Шекспир. Опять 120-миллиметровых орудий в одинарных установках, но поскольку проект был конца Первой мировой войны и постройка была итальянская 20-х годов, естественно, при том, что, ну, в целом на фотографиях это выглядит как достаточно современные корабли, по внешнему виду там и от «семерок» не сильно уступают, но при этом надо иметь в виду, что все равно это корабли постройки середины 20-х годов, и они не имеют ни современного противолодочного вооружения, никакой там радиолокации, тем более, слабую универсальную артиллерию и так далее, и так далее, и так далее. Ну, и далее, бич румынского флота, это проблема ухода за материальной частью. Если на сдаточных испытаниях в Италии эти корабли показали 38 узлов, то по справке вот этой военно-морской миссии в Румынии, которую подготовили подчиненные фляйшеры, они к 41-му году развивали всего 30 узлов. Немного. Да, при том, что «семерки» развивали 37-38, то есть, от советского эсминца он уже убежать не мог, он от крейсера типа Киров убежать не мог, у которого 35 узлов на сдаточных испытаниях. Их было два, о чём мы тоже сейчас поговорим. Экономический ход упал с 15 до 12 узлов. Даже экономический ход упал? Да, даже экономический ход упал, потому что когда ты на тех соответственно переходишь режим машин на котельной установке, из-за состояния машин на котельной установке, она сама по себе вот в этом режиме экономического хода, если её не обслуживать тоже, её количество вырабатываемых лошадиных сил уменьшается. Далее, два более древних эскадренных миноносца, те, которые румынные заказали в Италии ещё в 1913 году. С началом Первой мировой войны, когда они находились в постройке, они были конфискованы для нужд итальянского флота, участвовали в Первой мировой войне, и потом два из них после окончания Первой мировой войны были выкуплены румынами у итальянцев. Эти корабли ещё больше пострадали от этого всего. Если на сдаточных испытаниях они 37,5-38 узлов показывали, то к 1941 году Мэрэшти развивал 21-22 узла, поскольку у него была трещина в корпусе турбин, уходил пар, и без капитального ремонта в Италии на заводе-изготовителе, на который в румынской казне не было денег, он всю Великую Отечественную войну больше 21-22 узлов развить не мог. И у Мэрэшти у него было аж 28 узлов. Серьёзно? Ну, то есть, опять же, никаких шансов уйти от какого-то советского эсминца и современного крейсера он не имел. Даже уже и от крейсера типа там Красный Кавказ, Красный Крым такие корабли не уходили. Единственная подводная лодка «Дельфинов», которая тоже самая была построена в Италии из-за экономического кризиса в Румынии её два года румыны не могли выкупить. В конечном итоге выкупили. Я, конечно, не знаю, кто и как. Есть какая-то литература по этой лодке, но я не настолько сильно завёрнут на румынских подводных лодках, чтобы осваивать румынский язык и читать там всё то, что они по нём пишут. Я просто выскажу коротко то, что в сухом остатке. Я не знаю, кто и как составлял и выдавал проект на эту подводную лодку, но имея 650 тонн водоизмещения, то есть чуть более крупнее «Щуки», ну хорошо, на неё воткнули там 6 торпедных аппаратов и на «Щуках» столько же было. Но на неё воткнули 102-мм орудие, хотя на «Щуке» были там 45-ки, на британских лодках типа «Ю» там схожего водоизмещения были 76-мм. Но уже к этой 102-мм пушке только 52 снаряда смогли воткнуть в корпус боекомплекта. Ей задали скорость 14 узлов, что было больше, чем у «Щуки», то есть она была достаточно быстроходна. Но энергетическая установка имела такие размеры, что запасы по топливу у этой подводной лодки были всего 15 суток. То есть как у подводной лодки типа «Малютка» советской. Не как 40 у штатных, там у «Щуки». Она ещё, кроме того, всего отличалась очень плохой остойчивостью, из-за чего она не могла принимать запасные торпеды к торпедным аппаратам. Потому что могла перевернуться, да. Торпеды были только в торпедных аппаратах. Ну и вот автономность фактически ограничилась двумя неделями. Что для 650-тонной лодки, ну, если вспомнить немецкие лодки 7-й серии, примерно того же водоизмещения, которые из Франции ходили к берегам Соединённых Штатов, ну, это просто, как говорится, ни о чём, да? Обнять и плакать. Да. Вот. Ну, дальность плавания у неё общая 2000 миль, то есть очень маленькая. Далее. Три миноносца, бывших австро-венгерские Первой мировой войны 1914 года постройки со скоростью 20 узлов, два 66-мм орудия. Ну, сами понимаете, да, в комментариях не нуждаются, с каким кораблём Черноморского флота этот корабль мог бы, так сказать, посоперничать. Три французских канонерских лодки постройки конца Первой мировой войны со скоростью аж 10 узлов и 200-мм орудия не универсальны, естественно. Ну, и единственное, более или менее современное, это три торпедных катера типа Воспер, которые были, да, 72-футовые, которые были построены в Англии и в 1940 году были доставлены в Румынию. И, помимо этого, был один современный минный загородитель адмирал Мурджеско, и два вспомогательных крейсера, то есть, тоже корабля, которые имели, перестроенные из торговых и торгово-пассажирских судов, которые имели достаточно неплохой ход артиллерийское вооружение и могли принимать сотни мин для постановок Дача и Реджели Карль Первый. Вот, собственно, эсминцы и вот эти вот три минных загородителя Мурджеско, Дача и Реджели Карль Первый это то, что немцы сразу увидели в списках румынского флота и решили, что они смогут производить вблизи советских берегов активные минные постановки. Кроме того, в отличие от Криксмарина, румынский флот имел свою собственную авиацию. Была флотилия гидроавиации двухэскадрильного состава, 38 аж гидросамолетов, в том числе 7 Совой Маркете 55, конца, по-моему, 20-х годов, 10 Совой Маркете 62 начала 30-х годов, 10 Кантов 501-х. И, кроме того, была истребительная авиационная эскадрилья 53-я на Харикейнах, она тоже подчинялась командованию румынского военно-морского флота для ПВО Констанца. Далее, немецкая дунайская флотилия, которая находилась на момент начала Великой Отечественной войны в портах в нижнем течении Дуная, Галат Сбраилов и Русса, то есть, монитор, 13 катеров-тральщиков, 3 буксира и еще несколько вспомогательных судов, которые, в первую очередь, должны были протралить выход из Дуная, поскольку вообще вот эти вот суда река-море и доставки грузов по Дуная играли тоже очень большую роль, и немцы все-таки не теряли надежды потом из Констанции или из Сулины, а Сулина это порт в устье Дуная, где тоже можно было осуществлять перегрузку или уже непосредственно эти суда река-море направлять там в Черное море, все-таки снабжать приморский фланг армии, для этого надо было вот нижнее течение Дуная протрались, поскольку напротив в нижнем течении Дуная на другом берегу выходил Советский Союз из МАЮ, главная база советской дунаской флотилии, ну и далее значит береговая оборона, то, с чего немцы начинали, как я уже сказал, это две 280-мм батареи, одна стационарная, одна железнодорожная, далее стационарная батарея, вот эти вот данные почему-то в румынской литературе вообще не встречаются и даже в немецкой, это все только в документах удалось обнаружить, что в общей сложности немцы туда перетянули дивизион морской береговой артиллерии, дивизион сухопутной береговой артиллерии и вот отдельную железнодорожную артиллерийскую батарею, то есть в общей сложности немецких там две вот 280, одна 170-мм батарея, три батареи 105-мм орудий с дальностью стрельбы чешских, с дальностью стрельбы 18 км, ну и это все дополнялось там тремя румынскими батареями калибром более 100 мм и там две по-моему 152-мм на орудиях Кане, те, которые были у русского флота в Первую мировую еще в русско-японскую войну, и одна 120-мм батарея на орудиях Викерса, и еще три батареи были румынские калибром менее 100 мм, которые там в общем погоды не делали, но в общей сложности район, только район Констанция, без Сулины, без других районов защищалось 10 румынских и 21 немецкое орудие калибром более 100 мм. Ну, 170-ки это тоже крутые пушки на самом деле, очень крутые орудия. Да, безусловно. Такие орудия стреляли вон по Таллинскому переходу с мыса Юмин Данина, пытались попасть в крейсер Киров с каких-то дистанций порядка 20 км. Тут в порядке так сказать юмора выходит статья в Альманахе Гангут. Вот сегодня в частности запросили подтверждение, а правда там, что крейсер Принцойгин в октябре 44-го года во время боев за мебель стрелял на дистанцию 30 км. Ну, я просто не имел времени там перерыть все документы Ойгина, но я нашел, что вот когда он стрелял 11 октября, у него только вспомогательный ориентир для стрельбы, а это был входной буй на входе в мебель, находился на расстоянии 22,5 км от крейсера. А от входного боя до линии фронта ну, километров еще, я думаю, 7-8 было. То есть, да, действительно, не вот сейчас, в 2022 году, когда мы знаем, специальная военная операция идет, а еще вот в годы Второй мировой войны вполне осуществляли стрельбы на дистанции 30 км с уверенным поражением целей, с корректировкой и так далее. При помощи там корректировщиков, при помощи вспомогательных ориентиров, там различные были методики, но этот факт остается фактом. Поэтому, да, вот эта вот береговая оборона Констанца, она была рассчитана на отражение достаточно серьезных набегов кораблей вплоть до линкоров. 280. Да, на что указывает присутствие 280-миллиметровых батарей, которые своим поражающим свойствам своих снарядов и линкор Парижская коммуна вполне могли бы прошить. 370 запросто бы проявило там вопросов. И далее с 15 по 19 июня румынский флот под четким немецким руководством осуществил постановку минных заграждений на подходах Констанцы. 5 было выставлено участков, ну, будет схема на инфографике, вот таким вот полукругом с составлением небольшого фарватера вдоль берега к югу от Констанцы было выставлено 5 минных заграждений. В общей сложности каждое из них было по 200 мин, соответственно, 1000 мин. На их создание ушли все без остатка какого-либо мины, которые имелись у румынского флота в 20-е-30-е годы, мины Первой мировой войны, мины Викерса и немецкие мины типа УЦ, вот, и более тысячи минных защитников, по-моему, в общей сложности там где-то 1700 минных защитников, то есть, оно было очень надежно прикрыто от троллини. То есть, не только там какой-то набег советских кораблей, который потом произошел, мы будем в следующей лекции говорить про набег на Констанцию 26 июня, они были готовы отразить появление всего Черноморского флота с тральщиками, если бы советский Черноморский флот попытался тралить бы эти минные заграждения, то теряли бы тралы, это происходило бы под огнем вот этих береговых батарей, и, соответственно, никакой лихой наскок на Констанцию бы просто так не получился бы. Теперь, после этой всей парадной картины во многом, добавим небольшую ложку дегтя, а именно поговорим о той оценке подготовки личного состава румынского флота, которую зафиксировали немцы. Сначала, когда они только в общем-то прибыли, вот май 41-го года, когда они отчитывались перед своим командованием, когда они еще испытывали определенные радужные перспективы в отношении того, что боеготовность румын удастся поднять, и вот эти румынские эсминцы, румынские вспомогательные крейсера поплывут к берегам советского Черноморья ставить мины на выходе там из Севастополя, Одессы, еще где-нибудь. Они определенные острые углы сглаживали, но в то же время. Вот такая вот оценка зафиксирована в журнале боевых действий морского учебного командования Констанца 4 мая 41-го года. Первое. Сами корабли, машины и вооружения в исключительно хорошем состоянии. Не хватает многочисленных приборов по части вооружения и связи. Получить их в полном объеме можно в течение некоторого времени. Второе. Экипажи не полностью сколочены, и есть лишь немного признаков, что они будут сколочены быстро. Даже на борту нет понимания правильного расчета штатной и наличной численности. Третье. Корабельное расписание не продумано и будет сделано по-другому. Ну, что такое корабельное расписание? Это сколько человек находится на каждом боевом посту в зависимости от какого-то сигнала, который передается по кораблю. Должностные обязанности офицеров очерчены нечетко. Четвертое. Обучение идет беспорядочно. Радуются уже тогда, когда корабли вообще выходят и проводят пару часов в море. Каждый человек подготовлен только в рамках своей специальности, сверх этого он ничего не может. Пятое. Радио и сигнальная служба совершенно неудовлетворительны. Оптическая сигнальная служба ограничена очень медленным флажным сигнализированием. Радируют много и плохо с неудовлетворительным кодированием. Имеющиеся и действительно, кстати, радиоразведка Черноморского флота легко дешифровывала и читала то, что передавали румынские корабли. Умеющейся у меня службе радиоразведки было очень просто установить передвижение находившихся в море кораблей и следить за ходом манёвров. То есть, немцы тренировали своих радиоразведчиков на румынских кораблях. Те кодированием передавали сигналы соответственно. Не дожидаясь румынских докладов уже сделали всю прокладку, уже все знали, что происходит. Шестое. Штурманская служба организована в высшей степени неудовлетворительна. Нет также осознания того, что точное определение места это предпосылка для тактического и оперативного управления. Ну, то есть, ну, про это будет еще куча примеров в ходе того же 41-го года, когда, в общем, ну, как эта песня про матроса-железняка, он шел на Одессу, а вышел в Херсону. Вот. Седьмое. Управление внутри отрядов ведется почти исключительно по радио, очень медленно и неповоротливо. Ну, то есть, по радио это значит с нарушением радиомолчания, да? На углы обстрела артиллерии и торпед в бою никто не обращает внимание. Ну, то есть, корабли не разворачиваются там бортом, чтобы ввести там артиллерию, ну, и так далее, да? Письменные приказы недостаточно четкие и неполные. Восьмое. Недельные планы боевой подготовки показывают, как мало значения придаются их продуманности. Это и является легкомысленным расходованием частично недостаточных средств. Нужно, чтобы все было начато с самых основ, с изначальной целью достичь основательности и надежности. Ну, то есть, надо переучивать всех. Заново учить, точнее. Да. Ну, вот. Дальше, значит, семь месяцев проработало. Ну, уже даже не семь, а больше. Потому что они приехали туда в конце марта. Это морское учебное командование. Вот они девять месяцев трудились над румынским флотом. И вот, что пишет в своем докладе главному командованию сухопутных войск штаб РВМ 4 января 42-го года по вопросу, может ли румынский флот оказать поддержку армии Монштейна в Крыму? Пишет следующее. Для привлечения в Черное море могут быть задействованы только румынские корабли, из которых подходящие, а именно одна подводная лодка и один торпедный катер, но два к тому времени уже погибли. из-за длительного ремонта небо и готово. Четыре имеющихся эсминца по ответственному докладу и постоянным проверкам удовлетворительны только для несения конвойной службы у побережья и ни в коем случае не для наступательных действий. Основание. На Реджеле Фердинанте и Реджеле Мария это вот два эсминца построенных в Италии более современных. Состояние машин таково, что они не могут поддерживать высокую скорость продолжительное время. У Марашти слишком малая скорость и уменьшенный экипаж. Это тот, который 21 узел разводит. У Марашешти из-за предрасположенных поломкам котлам и вспомогательных механизмах небоеготов. Остальные корабли для операции вне своих вод в большинстве своем не подходят из-за старости и нехватки мореходности. Даже для конвоев можно использовать только часть из них. Полностью недостаточен прежде всего уровень подготовки и, например, применение вооружения ночью невозможно вне зависимости от подготовки из-за того, что нет ночной подсветки прицельных приспособлений. То есть, сколько ни учи, но если света нет, ничего не будет. По этим причинам после подробной проверки даже вопрос применения эскадренных миноносцев для оборонительных минных постановках у северо-западного побережья Крыма для прикрытия портов получил отрицательный ответ. Фактически вот все активное использование минных загородителей по вот этим озвученным причинам на протяжении всего 41-го года так и не состоялось. Это нам повезло. Да. Но об этом в свое время тоже поговорим. Ну и, так сказать, чтобы добить окончательно румынский флот, еще одна цитата из документа, это доклад начальника штаба вот этой вот морской группы Юг к Редеру от 16 февраля 42-го года. Румынский флот под тактическим руководством немцев в последний год выполнил ряд задач по минированию конвойной службы. Главную задачу по пуску перевозок снабжения в Николаев, однако, пришлось передать немецкой дунайской флотилии, которая создала свободный отмин фарватер и охраняла его отмин. Матчасть, кроме обоих новых эсминцев, подводной лодки и торпедного катера устарелая, подвержена неполадкам и недостаточно мореходным. Будут приложены усилия, чтобы с немецкой помощью преодолеть пренебрежение уходом за матчастью. С отказами, которыми невозможно предусмотреть, однако, придется считаться всегда. Это постоянно будет мешать выполнению боевых задач. Уровень боеготовности после встраивания немецких военно-морских сил в румынскую организационную структуру и после командирования немецких учебных команд на борт кораблей улучшился. Она, однако, пока даже отдаленно не соответствует немецким требованиям и по полученному до сих пор опыту уступает также и русским. Учили, 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 учили. Путем лучшего подбора командиров и имея пример в лице учебных команд, можно обозначить развитие ситуации с боеготовностью как удовлетворительную. То есть, она разовьется в удовлетворительную. Она сейчас еще не такая, но мы верим. Тяжелее всего устранить нехватку обученности, уровень подготовки в стрельбе днем и ночью, деятельность службы связи и порядок внутренней службы пока полностью недостаточно. К этому привели не только недостаток инициативы румынского корпуса морских офицеров, который ни в коем случае не является монолитным из-за внутренних противоречий, отсутствие уверенности в себе, хорошего обученного корпуса унтер-офицеров, а также явно выраженная опаской брать на себя ответственность за исполнение долга. Но и также недостаточное материальное обеспечение, которое дало бы возможность обучаться. Так, например, учебные торпедные стрельбы почти неизвестны. Артиллерийские учебные стрельбы очень редки. Успехов в этой области можно добиться только постепенно. Пока что румынские корабли можно с успехом использовать только тогда, когда оперативное и тактическое руководство, а также командование на борту у них идет под влиянием включенных в команду немецких офицеров и унтер-офицеров. Понятно. Нехватка подходящих немецких офицеров, к сожалению, не дает полностью выполнять такие намерения. Несмотря на все влияния, оказываемые адмиралом Черного моря, ну, к тому времени уже вот эта вот немецкая военно-морская миссия в Румынии с января 42-го была переименована штаб адмирала Черного моря, и он стал адмиралом Черного моря. И учебное командование при постановке всех требований к действиям приходится учитывать румынский менталитет. Как только уровень риска запланированных задач переступает определенную черту, начинаются долгие переговоры разных высоких инстанций, которые иногда доходят вплоть до запродавцев лидеру государства. Несомненная тенденция небольшие румынские военно-морские силы использовать в первую очередь в румынских интересах или как минимум внутри сферы румынских интересов, то есть только в западной части Черного моря. Риск и потери, которые надо принимать в расчет при выполнении задач, сверх этого лимита воспринимаются с большой неохотой. Ну и действительно забегая вперед отмечу, что в марте 42-го года имел действительно выходящий за все возможные разумные рамки случай, когда немецкое командование составило план из семи минных постановок. Шесть из них от Констанции шли вдоль побережья до уже занятой Одессы и до Устья Днепра, чтобы защитить всю коммуникацию Устью Днепра, а седьмое должно было быть осуществлено румынскими эсминцами на подходах к Севастополю, чтобы соответственно снизить объем поступающих туда снабжения, поскольку готовилось определенное событие, как мы знаем. Румыны согласились на вот эти шесть минных постановок и ни в какую на седьмую. И давление немцев привело к тому, что действительно румынское морское командование обратилось к Антонеску, и Антонеску написал личное письмо адмиралу Редеру, в котором на двух страницах объяснял, почему, несмотря на все глубоко испытываемое к Редеру уважение, румынские корабли никогда этого не сделают. Но это мы еще в лекции про 1942 год возможно зачитаем. Таким образом, оперативный план противника был на Черном море сугубо оборонительный, и целый ряд задач, как то морские перевозки, оборону морских перевозок, Криксмарина на себя не брал, и румынский флот не мог на себя этого взять по вполне объективным причинам. Вот таково было состояние нашего противника. Теперь поговорим... Вспоминается крылатая фраза «Дураков учить, только портить». Ну, примерно. Потому, что, конечно, как часто пишут финский флот, румынский флот, разница огромная между боеготовностью и уровнем финского флота, и определяется она не табличными характеристиками справочников этих кораблей, которые у финнов хватало всяких древностей и реликтов, как, например, канонерские лодки, постройки Российской Первой мировой войны времен. Но это были боеготовые корабли, в отличие от кораблей, которые, вроде как, по табличным характеристикам не хуже, но находились в руках румын. Разные люди, и поэтому всегда, когда смотришь справочник, нужно понимать, в чьих руках эта техника находилась. В этом плане очень непонятно, почему не была усилена группировка Люфтваффе, именно ударная возможность четвертого корпуса, который базировался в Румынии. Мне всегда такой вопрос стоял, потому что четвертый авиакорпус, он был какой-то недоавиакорпус, там всего лишь одна эскадра была, 27-я, бомбардировка. 51-ю туда позже, позже, да, после боевых 10. Да, вот опять же, к тому вопрос, они все равно усилили потом этот корпус, они 77-ю пикирующих, бомбардировщиков из Белоруссии перегнали туда, и 51-ю с Украины, из 5-го корпуса. Почему подобные действия не были предприняты до начала войны? Это же, ну, просто, ну, как бы, если они там поставили полноценный корпус, там, из трех ударных эскадр, да, то я думаю, что нашему флоту очень сильно не поздоровил 22-го июня. не хватало, не хватало люфтваффе. Нет, две эскадры во Франции были, которые они тоже потом перебросили в Белоруссию. Так, вон, на Балтику они начинали компанию шестью тральщиками. Шестью тральщиками? Да все Балтийское море, именно спецпостройки, без мобилизованных рыболовных траулеров, шестью. А к концу компаний их уже больше 20-ти там было. Ну, о чем говорить? Конечно, пришлось перебрасывать в 2002 году прикрыли истребительную, ну, не эскадрой, конечно, штаб эскадрой, и одна группа была, третья, 52-я, да, но тем не менее, это была группа, которая была, ну, потом она вообще была самая знаменитая, можно сказать, на советско-германском фронте, да, благодаря там Хартману и прочим друзьям, но тем не менее, они ее первую перевооружили на F4, на Мессершмитты, новейшие, да, остальные группы, все, которые воевали на восточном фронте, не имели такого счастья, например, только во Франции были, а этих они даже перевооружили на новейшую технику в преддверии войны, тут вот как-то, ну, насчет ударных возможностей, думаешь, ну, как-то странно вообще, очень странно. Ну, я не знаю, они, единственное, у них была вот эта вот вторая, по-моему, КГ-4 группа, в которой специально были поставлены задачи работать на море. Была только одна эскадрилья, только одна эскадрилья, группа, группа появилась позже, да, ну, вот одна эскадрилья, ну, как-то вообще, ну, странно. Ну, тем не менее. У меня такое впечатление, что, ну, вот, и по планированию Криксмарины, что было какое-то пренебрежение вообще восточным театрам, они могли выдвинуть больше, но они не хотели, они считали, что сойдет и так. Это первый момент. И второй момент, существовали какие-то межвидовые трения на уровне, возможно, первых представителей. Первых лиц. Первых лиц, да, за эти виды, там, Редера, соответственно, Геринга и так далее, потому что, там, Брэдер, ну, мы, типа, без авиации там не справимся. О, вы хотите, чтобы мои самолеты, там, ваши задачи решали? А вот, шишва, у нас своих задач много, значит, их никто вообще решать не будет. Вот, назло, это, назло маме не одену шапку, уши отморожу. Ну, да, такая люфтваффа же вообще, у них была линия разграничений с румынскими ВВС по Тирасполью, ой, по-моему, нет, по Кишиневу, по Кишиневу линии разграничений, то есть, вот все, что севернее, это четвертый авиакорпус действует, а все, что южнее, там румынская авиация. Ожидать от румынских ВВС, что они смогут нанести какой-то ущерб Черноморскому флоту, мне кажется, не стоило. А они вообще не ставили таких задач. Да, тем более, что, вот, поэтому все, все это просто вот, как бы дембельская уборка, да, заметают там крошки под ковер, их никто не увидит. Ну, так же примерно вот эти вот задачи, вот эти вот вопросы на этапе планирования, замели под ковер, сделали вид, что, а, и так сойдет, так все замечательно, вермахт промаширует, там, займет Одессу, потом там Николаев, потом Севастополь, потом дойдет до Кавказа, и русский флот либо затопится, либо попытается вот через проливы сбежать, о чем мы тоже слышали в документах. Вот так вот все. И будет спокойно ждать, вот, и наблюдать за тем, как вот немцы там все это делают, как они продвигаются, там, десантов не будет, действий не будет, но это мы немножко опережаем, вот, но именно вот такое впечатление, когда читаешь немецкое планирование, что они так себе это все и представляли. Так, а румынский приказ, я вот когда статью писал, книга сейчас в работе по южному направлению, у них же приказ там четко, они только борются за господство в воздухе и поддерживают сухопутные войска, там про море вообще, по-моему, ни слова не скажем, в румынском приказе на начало боевых действий. да. То есть, там про флот, по-моему, вообще ничего. Ничего не выделялось, кроме вот одной единственной эскадрильи постановщиков мин, которая там каждую ночь старалась летать, ничего не было на протяжении длительного времени. Хотя, те же румыны, как вот вы говорили, они получили такие от немцев усиления в плане воздуха, то есть им передали, там, по-моему, около 50 мессершмиттов, из них там штук 40, они в боевоспособном состоянии поддерживали, три эскадрильи сформировали. Они, кстати, были в хорошем, они обучили же румынских пилотов, потренировали, в Германию, по-моему, ездили, и три эскадрильи на Хенхель 111 тоже перевооружили. Тоже, кстати, вот эти части были прям самые такие боеготовые, боеспособные у них, и они, кстати, 22 июня так неплохо выступили, в отличие от всех остальных. Ну, кто не на немецкой матчасти был, вот та самая 53-я эскадрилья, она тоже одна из самых лучших была на Харикейнах. Ну, про то, как они отражали налёты на Констанцию, мы поговорим в следующей лекции, про это тоже достаточно много материала, мне будет тоже интересно состыковать то, что знаю я по морским документам, потому что вся эта обстановка в воздухе над Констанцией, она непосредственно касалась и Крикс-Марина, и румынского флота, вот, с тем, что знаете вы, поэтому поговорим, да. А сейчас вернёмся, так сказать, к нашим баранам, в данный момент вернёмся к Черноморскому флоту, вот, и я, так сказать, прежде всего, пользуясь случаем в качестве вступительного слова, хочу поблагодарить ещё раз Сергея Леонидовича Чекунова, который предоставил интересный материал по планированию. Сергей Леонидович добытчик. Важный документ по планированию накануне войны, в том числе и за Черноморский флот, и история эта, когда вот до конца, так сказать, удалось её раскрутить, меня она самого немало, так сказать, озадачила. Удивило, да? Удивило, да. Ну, я не буду, так сказать, всю, так сказать, детективную конву излагать, как это прошло расследование, я уже просто расскажу то, что удалось установить. Хорошо. Фактически, вот известно, что у нас с лета 40-го года, до момента начала Великой Отечественной войны, было четыре варианта последовательно разработанных с оборожением об основах стратегического развертывания советских вооружённых сил. Из этих четырёх вариантов был утверждён, надлежащим образом подписан Сталин, утверждён только один единственный. Тот вариант под номером 2, условно назовём его, который был 18 сентября 1940 года. Далее, на основе этого подписанного варианта была составлена директива Народного комиссара обороны, где в части касаемой, ну, грубо говоря, из вот этих вот утверждённых Сталином вырезали те задачи, которые должны быть военно-морскому флоту на каждом из театров военных действий, в том числе на Чёрном море. И вот Тимошенко, опираясь на вот то постановление номер 67 от 1938 года, что с момента военной опасности военно-морской флот переходит в подчинение к наркомату обороны, опираясь на него, он 14 октября подписывает директиву о планировании военно-морского флота, постановке ему задач на случай Великой Отечественной войны. И далее вот барабанная дробь, подписанная Тимошенко 14 октября директива. Когда она попала к руководству военно-морским флотом? Я думаю, не быстро. Ну, когда? Через полгодика, наверное. Ну, всё-таки через полгодика уже война там где-то начинала. Ну, я понял. Месяц через три. Ну, так и есть. Расписка Исакова, которую обнаружил Сергей Леонидович Чекунов в архиве, датирована 3 февраля 1941 года. Нормально. Недолго шло. Могло и затеряться. Из Москвы в Москву, да. Поехал из Сибири в Сибирь, короче. Да. 3 февраля 1941 года замнаркома, начальник главного морского штаба адмирал Исаков расписался за получение этой директивы, на основании которой 26 февраля в том же месяце, но к концу, уже наркома военно-морского флота Николай Герасимович Кузнецов отправил Черноморскому флоту свою директиву на планирование. И там он фактически, переписывая те задачи, которые ещё в сентябре флоту ставились, давал следующие задачи. Обеспечить господство нашего флота на море, не допустив прохода флота противника в Чёрное море через проливы, подвоза войск и боевого снаряжения морем в порты Румынии, Болгарии и Турции. Второе. Не допустить высадки десантов на советское побережье. Третье. Содействовать приморовскому флангу нашей армии. Четвёртое. Блокировать побережье Румынии, уничтожить или захватить румынский флот. Сейчас я комментарий сделаю. И быть готовым к высадке своих тактических десантов. Последнее это добавил Кузнецов. Этого в сентябрьских не было. В соображениях. Всё остальное, в принципе, переписано из них. И здесь надо понимать, что в сентябре, когда Сталин утверждал вот эти вот соображения об основах стратегического развертывания, Румыния ещё не была членом ОСИ. Она только 23 ноября 1940 года подписала вот этот вот Берлинский пакт. На тот момент она не была. И, соответственно, главным противником на Чёрном море виделись флоты противников, которые пройдут через пролив Босфора-Дарданелла. То есть, немцы опасались, что прорвётся туда британский флот, а мы опасались, что итальянский. И, кстати говоря, меня Сергей Леонидович, а почему, говорит, ты пишешь итальянский, а возможно и немецкий? Говорю, ну это вообще было бы супер, если бы они, соответственно, через Северное море, через Атлантику, через Гибралтарский пролив, через всё Средиземное море весной 41-го года вот так вот взяли и просочились бы ещё и на Чёрное море. Там какие-нибудь линкоры, шарнхост и гнизуна. Это вообще было бы супер. Ну, они не в Северном море были, да, меня наверняка поправят, но из Бреста французского. Но на самом деле ничуть не легче пройти уже только через Гибралтар, я думаю, они бы не смогли. А так вообще всё нормально. Поэтому, в первую очередь, всё планирование, основанное на вот этих вот сентябрьских соображениях, оно строилось на том, что основным противником на Чёрном море будет итальянский флот, который в том или иной степени… Вот эти вот все зигзаги, о том, что там Румыния присоединилась, о том, что Греция стала союзником Англии, Егейское море превратилось в британскую зону контроля. Потом, соответственно, мы помним, да, в апреле 41-го года балканская кампания, Грецию захватывают в самом конце мая операция Меркурий по захвату острова Крит. То есть, там произошло куча изменений. Естественно, наше планирование за этим всем не поспевало. Оно вообще не учитывало этих всех изменений от слова никак. Оно базировалось на соображениях с сентября 40-го года. Вот. И был разработан мощный пакет документов, перечень их тоже мне Сергей Леонидович предоставил, который предусматривал несколько вариантов действий. Первый основной против Германии и Италии на Черноморском театре, да. Второй, с учетом того, что, значит, войдет в Румынию. И третий, что еще и Турция против нас. Было разработано несколько еще частных вариантов. Там были вот так вот, там, вариант В, вариант К, вариант Т. Ну и, понятно, вариант К, это, значит, удар по Констанце, вариант В, там удар на Поварне. Вариант Б, я думаю, это Бургас, нет, он говорит, это в целом против Болгарии. И вот, вариант Т против Турции компания. В общем, общий пакет планирующих документов включал 19 наименований. Не слабо. Вот, и он датирован, если мне память не изменяет, 18 мая 1941 года. Я не знаю, все ли они прошли утверждение через главный морской штаб, где они должны были рассматриваться, но они уже на уровне штаба Черноморского флота были отработаны. И это очень важно для понимания последующих событий. Вот спрашивают, зачем мы столько много мин поставили в оборонительных заграждениях на Черном море? А потому, что главный вариант предусматривал противоборство с итальянским флотом. А ему наш бы Черноморский флот уступал, поэтому мог бы устоять только с учетом минных заграждений. Вот поэтому мы их и ставили. О том, что произошли изменения, никто не учитывал. Но при этом из вот этих 19 планирующих документов только два плана обеспечения своих коммуникаций и план операции ПД, так называемой, то есть противодесантной обороны, они были оборонительны. Все остальные, несмотря на то, что враг может привести и более превосходящие нас силы, все были наступательны и все были активного характера. Об обороне своих берегов, своих коммуникаций мы, в общем, думали меньше всего, считали, что это, в общем, как-то, ну, оборона была не в почете, скажем так. У нас целый линкор и пять крейсеров. Ну, это мощно, если сравнивать с румынским флотом, но если с итальянским, уже как-то не очень. Хотя, конечно, кто сказал, что итальянцы бы туда собирались весь свой флот завести. Но мы так думали, потому что мы считали, что против страны Советов объединятся империалисты всего мира и бросят свои главные силы, а империалисты почему-то вот, что с Криксмарины, да, что там, что с Люфтваффе, что с итальянским флотом, как-то, вот, с немецкой сухопутной армией, да, главные силы ее были брошены против Советского Союза, но это совершенно не означало, что другие виды вооруженных сил сделают то же самое. И, в общем-то, это было прямо прописано в директиве номер 21. Теперь, что касается состава Черноморского флота. Да, вот это самое интересное, всем нравится. Да, ну, это эскадра кораблей, куда входил линкор, бригада крейсеров, это старые крейсера, да, и два дивизиона эскадренных миноносцев новики и эскадренные миноносцы типа 7. Вот. В отряд легких сил входило два новых крейсера Молотов и Ворошилов. Туда входили лидеры Харьков и Москва и входил дивизион эскадренных миноносцев типа 7У. А Ташкент? Из них, собственно говоря, он в эскадре был. А. Он в эскадре был вместе с этими дивизионами эсминцев. Вот. Две бригады торпедных катеров была. Одна в Севастополе, одна в Очакове. Отдельный дивизион торпедных катеров базировался на границе Турции с Батуми. Вот. Был еще потом отряд торпедных катеров из одной бригады выделен в Новороссийск. Две бригады подводных лодок обе базировались на Севастополь до начала войны. Отдельный учебный дивизион подводных лодок базировался на Новороссийск. Военно-воздушные силы Черноморского флота в составе двух авиационных бригад и отдельного морского разведывательного авиационного полка в общей сложности шесть полков. Два ударной авиации, это второй миноторпедный и сороковой бомбардировочный. И три истребительных полка 8, 9 и 32. Один из них, 9 был на аэродроме Водопой в районе Николаева. 32 был в районе Евпатории на вот этом полуострове. Тарханкутском. И 8-й ПВО главной базы Севастополя обеспечивал. Вот 10 отдельных авиационных эскадрилей. И базы, которые имел Черноморский флот. Мы помним, что база это не просто порт. Это соединение военно-морского флота, куда входят соответственно и части береговой обороны, и части там зенитной артиллерии, и охрана водного района должна входить и какие-то береговые части могут, и так далее, и так далее, и так далее. Какие-то дивизионы кораблей. Значит, соответственно, главная база Севастополь Одесская, Николаевская, Новороссийская и Батумская, которая 31 августа была в Патийскую переименована. Ну, без разницы. Всего таким образом входил линейный корабль Парижская коммуна, 5 крейсеров, 15 лидеров и эскадренных миноносцев, 2 сторожевых корабля типа «Ураган», ну, то есть это фактически миноносцы наши, но оба, правда, на момент начала войны находились в капитальном ремонте, 44 подводные лодки и более 150 кораблей и катеров других классов. Ну вот, береговая и зенитная артиллерия, береговая, соответственно, 118 орудий береговой артиллерии, зенитная артиллерия, 192 орудия, при том, что опять же, основная масса зенитной артиллерии, это Николаевская военно-морская база и главная военно-морская база, то есть плотность достаточно большая была, если смотреть по количеству стволов, по крайней мере, на тот момент считалось удовлетворительной. Казалось бы, такой вот мощный флот, ну, еще Дунайская флотилия, которую я отдельно там не выделяю, она оперативно тоже подчиняла Черноморскому флоту, там 7 мониторов, было 20 бронекатеров этих проекта 11-25 с одной башни от НКТ-28, еще там ряд кораблей и катеров в этой флотилии. Вроде как много всего. Еще 600 с лишним самолетов. Да. Тоже важно. Да, около 640 самолетов военно-воздушные силы Черноморского флота насчитывали. Вот эти вот 6 полков и 10 эскадрильщиков. Да, двухмоторных было? Больше там штук 120, наверное, например. Да, 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 да. Полки были большие, по 60 машин, есть точные данные, тоже можем это все привести. Собственно, это и есть вот в книге предлагаемой. Я, главное, хочу то, чего в книге нету или, по крайней мере, то, мимо чего многие проходили и кто книги не читал и, может быть, и в книге не обратили внимания. Чем же, собственно говоря, вот вроде бы, казалось бы, большой флот? Да. По списку много. Да, по списку много всего. Вот за этим внешним фасадом крылся целый ряд моментов, которые в последующем месяце Великой Отечественной войны очень-очень себя проявили. Ну, во-первых, смотрим, соотношение крупных кораблей эскадренных миноносцев. Ну, то есть, понятно, чтобы сопровождать один линкор, нужно там, ну, как минимум два эскадренных миноносца, лучше три, четыре, пять, шесть, там, это в зарубежных хватах точно такие же нормы эскортирования. Вот, и так далее. Если у нас, например, на Балтике было соотношение на один крупный корабль пять эскадренных миноносцев, а крупным кораблям на Балтике мы относим два линкора, два крейсер, вот, там было их 20, и, соответственно, на один крупный корабль пять. На Черном море этого было ровно в два раза меньше. У нас, получается, шесть крупных кораблей, линкор пять крейсеров, и на вот этих шесть крупных кораблей пятнадцать эскадренных миноносцев и лидеров. по два с половиной. То есть, эскадренные миноносцы не могли обеспечить одновременный выход всех крупных кораблей в море, или, например, двумя-тремя отрядами флот бы действовал, и чтобы обеспечить надежно защиту всех крупных кораблей, эскадренных миноносцев явно не хватало. Это еще с лидерами, да, пятнадцать? Да, это с лидерами. Это с лидерами. Фактически там меньше даже. Ну, фактически получается, что Ташкент и два лидера Харьков-Москва, три лидера в общей сложности, да, шесть эскадренных миноносцев типа семь, все на Б начинаются, да, пять эскадренных миноносцев типа Навик, оставшихся там с Первой мировой войной, не бог весть какая, бог весть какое счастье. И семерки только начинали вступать, потому что вступил до начала войны в конце марта эскадренный миноносец Смышленый, вот, а на остальные семерки уже подписывали после начала Великой Отечественной войны. Там, в частности, сообразительные, по-моему, через два дня после начала Великой Отечественной войны в авральном порядке подписали приемный акт, а остальные еще и позже, а один так и не вступил, потому что подорвался на наших собственных минах во время ходовых испытаний в сентябре 41-го года и сменится совершенно. И так потом, значит, в Севастополе, в Доке и был уничтожен немецкая авиация. Вот, на тот конкретный момент 15 эскадренных миноносцев лидеров, чего, конечно, недостаточно. Но даже не это самое страшное. Страшное другое, что вот в составе охран водного района мы перечислили, да, у нас получается главная, Одесская, Николаевская, Новороссийская, Батумская, пять военно-морских баз. Соответственно, у каждой военно-морской базы по идее должна быть своя охрана водного района. В эту охрану водного района должны входить какие-то там тральщики, катера и прочее, 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 что может в пределах зоны ответственности морскую базу, например, обеспечивать коммуникации, нести дозоры, гонять там подводные лодки, сопровождать пароходы там, ну, все, короче, да. У нас получается в составе ОВРа главной базы было два дивизиона тральщиков, 13 тральщиков типа фугаса и один дивизион сторожевых катеров 14 МО-4. На все остальные четыре базы только в Одесской был отряд МО-4 в составе четырех единиц. И все? Да, и все. В остальных трех базах не было ОВРов вообще. Кстати, ОВР Одесской военно-морской базы приказом Кузнецова почему-то 15 июня 41-го года был расформирован. Ну, фактически в нем всего кораблей четыре малых охотника. Десять малых охотников находились на стадии испытаний, вступления. Конечно, были моп-планы, собирались мобилизовывать всякие теплоходы, там, рыболовные траулеры, морпогран-охрана, которой на Черном море было много. Но все равно это не то. На все Черное море два дивизиона тральщиков спецпостройки, и они находятся только в Севастополе. то есть к обороне своих коммуникаций и эта ситуация была намного хуже, чем на Балтике и на Севере. Такие вот силы и средства на огромный Черноморский театр, где было понятно, что будут интенсивные перевозки, например, тех же нефтепродуктов с Кавказа к портам, чтобы они попадали в действующую армию и так далее, и так далее, и так далее. Обеспечивать это изначально такое впечатление не планировали и не готовились, потому что сил достаточного количества не было. Так и Вайскаж собирались перевозить еще до войны, по-моему, были планы перевозки. Да, и вот высадка тактических десантов, которые вставил Кузнецов. Вот чем это все собирались обеспечивать, не совсем все понятно. Загнали сюда пять крейсеров. Следующее, да. Как это так? Да, следующий момент, зенитное вооружение кораблей. Ну, вот, накануне войны получил флот на вооружение 37-миллиметровый зенитный автомат. На всех кораблях Черноморского флота на 22 июня 41-го года было 16 зенитных автоматов. Не густо. 70К. Не густо. А конкретно они стояли на трех кораблях. Девять автоматов из 16-ти находилось на линкоре Парижская коммуна, шесть автоматов находилось на лидере Ташкент, и один автомат находился на самом новейшем тральщике типа Фугас. Все. Да уж. Больше автоматической зенитной артиллерии, не считая пулеметов ДШК, на кораблях Черноморского флота не было. Ну, уровень боевой подготовки. Накануне войны прошли совместные учения Черноморского флота и Одесского военного округа, где там часть флота изображала высадку десанта противника, часть флота противодесантную оборону. Пока готовились к этим маневрам кучи кораблей, без так сказать глубокого прохождения всей последовательности боевой подготовки перевели в первую линию, чтобы они смогли в этих учениях. Поэтому получается так, что на Балтийском флоте было всего две, например, подводных лодки, которые в первой линии числятся. На Северном флоте не одно, а на Черноморском флоте аж 13. Как такое могло быть? Ну, вот для участия в учениях им фиктивно их перевели без сдачи всех необходимых зачетов и не успели уже по шапке надавать за это очки оттерательства, потому что началась война. Тем не менее, определенный уровень боевой подготовки у Черноморского флота был и, кстати говоря, на мой взгляд, по целому ряду последующих событий он был достаточно серьезным, намного серьезнее, чем на Севере и в некоторых вопросах даже серьезнее, чем на Балтийском флоте. Потому что Балтийский флот, мы говорили, накануне войны это был проходной двор такой, откуда перебрасывались корабли периодически то на Север наиболее часто, то на Тихоокеанский флот малютки там увозили по железной дороге, то накануне войны там 16 бронекатеров для Дунайской флотилии шхерного отряда Балтийского флота перевезли по железной дороге. Там не успевали сколотить соединения, я приводил там в пример документы атрибут самоподписанные, что не успевают обрести какой-то уровень боевой готовности, как сразу выдергивают дивизионы и отправляют их куда-то. В Черноморском флоте такой ситуации к счастью не было, там действительно были более стабильные дивизионы, более стабильные экипажи, и уровень боевой подготовки определенный был достигнут, и только отсутствие серьезного морского противника не дало это продемонстрировать многим кораблям Черноморского флота, что они в морском отношении были подготовлены неплохо. Потом уже когда там начались бои с самолетами и перевозки в Севастополь, ты этого не продемонстрируешь. Другие совершенно задачи. Но в то же время огромной проблемой являлась организация судоремонта, особенно у Черноморского флота, потому что на Балтике там все-таки четыре было крупных судостроительных завода, еще несколько размером поменьше в Питере, были привлечены вот эти предприятия присоединенных Прибалтийских республик, там завод Тосмары в Лебаве, завод в Таллине, то есть худо-бедно как-то вот судоремонтом Балтийский флот справлялся. А здесь что было? На весь Черноморский флот был один Севастопольский морской завод, Севморзавод, который был в составе НКСП, вот, и он должен был заниматься ремонтом кораблей Черноморского флота. А это судостроительные предприятия, а эти судостроительные предприятия не должны были, они осуществляли только гарантийный ремонт. Корабль вступает в строй, год отплавал и возвращается на предприятие, и вот этот вот загарантийный период все недостатки, недоработки, которые обнаружены, за счет предприятия проходят ремонт, они устраняются, все. Дальше только уже капитальный или средний ремонт по договоренности с заводом, а текущий ежегодный ремонт должны были осуществлять судоремонтные предприятия непосредственно флоты. И вот оно было одно такое. В Севастополе 201-й завод, но в связи с тем, что у нас разворотовалась программа строительства Большого океанского флота, этот завод получил задачу, во-первых, достроить эсминец совершенный, который строился до этого в Николаеве, но в Николаеве там уже других задач нарезали, недостроенный эсминец отбуксировали в Севастополе и дали вот этому судоремонтному заводу его достраивать. Шесть тральщиков типа «Фугас». Тоже достраивать? Нет. Нет, строить не типа «Фугас», а типа «Полухин». Вот проект 59. Те, которые в Питере два вступили в годы войны. Вот строительство шести паровых тральщиков, это корабли размером с эсминец «Новик», больше 1000 тонн, со 100-мм артиллерии. То есть корабли, которые могли сопровождать флот в дальних походах. Вот такие крупные тральщики, я вообще удивляюсь, с той осадкой, которую эти тральщики должны были иметь около двух метров как бы анитраль-люмина, но это уже другой вопрос. Ну, в общем, это крупные корабли с паровой, потому что фугасы были с дизельной энергетической установкой. Там колобенский машиностроительный завод этот делал дизель и как бы присылал заводу строителю, его ставили, и проблемы на этом заканчивались. А паросиловая установка, она делается несколько иначе, намного сложнее. И вот шесть тральщиков крупных типа Полухин, два тральщика типа фугас они должны были строить, шесть плавсредств для вспомогательного флота. И, в общем, общий объем по выработке этого завода, 201-го, на судоремонт менее 50% от всего заказа, который он получил на 40-41 год. Далее, по постановлению правительства был запрещен, ну, выходили в конце 30-х годов, выходили из положения за счет чего? Через правительство протаскивал военно-морской флот документы, что передать те или иные корабли или катера на ремонт заводов наркомата морского флота, наркомата рыбной промышленности, наркомата речного флота, все, вышло постановление правительства в начале 41-го года, запрещающее судоремонт на заводах других наркоматов, кроме наркомата судостроительной промышленности. Поэтому впервые для текущего ремонта в конце 40-го, начале 41-го года были задействованы мастерские технического отдела Черноморского флота. То есть, простая мастерская, которая стоит где-то недалеко от причала, к этому причалу ставили, например, подводную лодку, фактически несколько подводных лодок, и этой технической мастерской ставили задачу провести ремонт этих кораблей. Ни дока, ничего. Вот ходили и вместе с экипажем эти подводные лодки шаманили на месте. Вот так осуществлялся этот технический текущий ремонт. В свою очередь эти мастерские техотдела Черноморского флота переводились на двухсменную работу. То есть, работать они получается не только днем, но и ночью. Должны были, да. Еще вот какой момент, что сам народный комиссариат судостроительной промышленности, вот этот вот завод 201, не обеспечивал всеми категориями материалов. В частности, запчастями, бобитом, линолеумом, оловом, некоторыми другими наименованиями. И завод, чтобы не отвечать за срыв плана ремонта тех или иных кораблей, принимал их в ремонт, только если военно-морской флот сам выделял вот эти материалы на ремонт своего корабля. Мне это напоминает историю, что нельзя посадить было на гауптвахту солдата, если ты не принес начальнику гауптвахты какой-нибудь презент. Причем речь шла не о пузыре водки, нет, это пошло, потому что он задержал уродей, водки ему и так принесут. Должен был ему либо коробку мыла принести, либо коробку лампочек, потому что его не обеспечивали в достаточном количестве, а мыло постоянно тратилось на то, что его штык-ножом как струганину делали, в ведро с холодной водой, вот этим мыльным раствором соответственно драйли эту гауптвахту каждый день, а чем там еще заниматься, вот, поэтому обязательно мыло и лампочки, вот хочешь бойца устроить на курорт, неси, вот так же примерно и сдавали в ремонт корабли Черноморского флота, и весной 41-го года по этому поводу там был и военный совет Черноморского флота, и решение этого военного совета, направляли в Москву, разберитесь, потому что уже шел срыв плановый, окончание ремонта кораблей, причем по, допустим, там, крейсеру «Червоно-Украина» больше полугода, по подводным лодкам некоторым на 8-9 месяцев, которые проходили капитальный ремонт, сроки не выдерживают. А мы в это время строим линкор в Николае. Да, да, именно. Вот, и фактически в какой готовности находились корабли Черноморского флота на 22 июня 41-го года? Линкор был полностью боеготов, находился в первой линии. В Тарижской коммуне, да? Да, и в боевом ядре Черноморского флота. В апреле вот 41-го года последним ремонтом вот поткнули на него этих 9 автоматов 70К, все, корабль был, в общем, готов, принял участие в маневрах. Но вот из 5-ти крейсеров не было боеготовым ни одного. Ни одного? Ни одного. Даже новые вот эти... Да, объясняю почему. Ворошилов, который вступил в строй летом 40-го года с февраля по июнь 41-го проходил на заводе строителей гарантийный ремонт. И только вышел с гарантийного ремонта и приступил к сдаче курсовой задачи. Молотов, новейший крейсер, акт об окончании госприемки, приемных испытаний подписан 14 июня 41-го года. А, то есть, накануне войны, да? Да. Красный Кавказ проходил аварийный ремонт и текущий ремонт до 1 апреля 41-го года по состоянию на конец мая, последние данные, которые перед войной предоставлялись в Москву, находятся вне линии по уровню боевой подготовки, то есть, организационный период, и проводят испытания артиллерийских установок главного калибра. Крейсер Красный Крым проходил текущий ремонт с 1 апреля по 1 августа 41-го года, то есть, просто находился в ремонте. И крейсер Червона Украина был принят в конце апреля 41-го года после капитального ремонта, продолжавшегося несколько лет. Соответственно, он находился в организационном периоде, только отрабатывал свой экипаж. В общем и целом, в боевом ядре флота, то есть, те корабли, которые в течение шести часов готовы были по приказу командования выйти в море, в боевом ядре флота на момент начала войны находился линкор «Парижская коммуна», лидер Харьков и шесть эскадрных миноносцев «Бодрый», «Быстрый», «Безупречный», «Смышленый», «Фрунзе» и «Держинский». Вот так вот от всего флота. Но самой особой проблемой, кроме перечисленных, надо выделить проблему кадров. Кадры решают все. Личность командующего Черноморским флотом адмирала Октябрьского Филиппа Сергеевича, человека крайне, так сказать, как бы это сказать, заслужившего крайне противоречивой оценки, практически никто из тех, кто интересовался Великой Отечественной войной на Черном море, обороной Севастополя не может относиться равнодушно к фигуре. Октябрьского те или иные эмоции обязательно испытывают. И вот я, кстати говоря, тоже испытал очень схожие и противоречивые по своему характеру эмоции, потому что мне еще и по линии основной работы в Институте Российской Истории сейчас довелось готовить сборник материалов комиссии Минца. Академик Минц в годы Великой Отечественной войны интервьюировал участников различных боевых событий на Советско-Германском фронте. И вот в частности там был отдельный тоже проект связанный с обороной Севастополя. И вот две очень больших стенограммы, которые оставил Филипп Сергеевич Октябрьский, которые были с его слов записаны в марте 43-го года. Известно, что Октябрьский не написал мемуаров. Ну, точнее, он их написал, но они не прошли через военные с дат. Там к нему к этим мемуарам было большое количество претензий высказано. Поэтому мемуаров собственно его нету, а вот его живая речь в записи комиссии Минца мне пришлось сейчас эти стенограммы полностью прорабатывать, готовить их к изданию, писать к ним комментарии. И, кроме того, под впечатлением всего этого я познакомился с личным делом Филиппа Сергеевича, которое тоже не оставило однозначного впечатления. Первое, что я хотел бы о нем сказать, это то, что он происхождение из крестьян Тверской губернии, достаточно какого-то глухого села. У него было еще два брата и две сестры, то есть пятеро детей. Отец уехал на заработки в Питер на содержание детей, никаких денег не присылал, пропивал все сам. Он, соответственно, пока в этом селе был, он 1897 года рождения, то есть он старше, чем Кузнецов и остальные командующие флотами. Головкова у нас 903-го, Трибут с 902-го года рождения. Он, соответственно, пока был в селе, окончил три класса церковно-приходской школы, но, как он честно пишет в автобиографии, что даже их он в полном объеме не отучился, поскольку он был сельским пастухом и учился в ЦПШ только в то время, когда не было выпаса скота. После этого, по достижению 15-летнего возраста, то есть фактически вот в начале Первой мировой войны, перед началом Первой мировой войны, он поехал тоже в Питер на заработки к отцу. И вместе они там устроились на каких-то пароходах. Там существовала каботажная пароходная линия, которая возила грузы в Петербург из портов Ладожского озера, там типа Ладейное поле, там Новая Ладога и все такое, по Неве. И там с 14-го года он был кочегаром на каком-то пароходе, потом в 1917 или 16-м году этот пароход военизировали, соответственно, он уже вычислился как военный моряк, а не просто моряк. Потом произошла революция, началась гражданская война, он особо никакого участия в этом не принимал. Погиб его там один из братьев, убитый был бомбой с английского аэроплана в Кронштадте во время налета в июне 1919 года. А он закончил годичную школу Кочегарова Балтийского флота. Это вот второе учебное заведение, где он за свою жизнь учился. Спора нет серьезного учебного заведения, но как бы оно немного узкопрофильное. Я бы сказал да. Учили лопатой махать. Да, учили лопатой махать. После этого он уже ближе к концу гражданской войны пошел на Северодвинскую флотилию. Там он уже толком гражданскую войну не застал в 1920 году. Ну, вступил по-моему членом в коммунистической партии. После этого его, как активного члена, который на митингах выступал, отправили на 9-месячные курсы политработников, которые он окончил, и некоторое время он служил политработником. И как раз в этот период, в 1924 году, он решил свою фамилию, значит, взять себе фамилию Октябрьский. Потому что, как он сам пишет в своей автобиографии, изначально никакой фамилии у нас не было вообще. Как так? Вот так. Это настолько было глухое село и настолько глухая семья, что фамилии у них не было. Дальше, говорит, я стал писаться по отцу Сергееву. Ну, Филипп Сергеевич, Сергеев, по отцу стал писаться Сергеевым. Потом меня, говорит, в рабочий крестьянский Красный флот записали, как Иванова. Я, говорит, несколько лет был Ивановым. Но Ивановых пруд пруде. И поскольку я сам родился в октябре 1897 года, и Великий Октябрь в моей судьбе сыграл огромную роль, я принял решение в 1924 году через ЗАГС поменять себе фамилию на Октябрьский. И вот этот момент, то, что он был в определенное время предтоработником, на мой взгляд, на нем очень большой отложил взгляд, потому что читаешь эти стенограммы, человек говорит лозунгами и, в принципе, понимает жизнь вот так. Он какие-то отдельные, я не говорю, что он был, например, глупым, дураком. У него есть очень многие здравые вещи в его рассуждениях, но это вот такая вот крестьянская, как говорится, сметка, крестьянский здравый смысл. Чувствуется, что человек особо нигде не учился, потому что закончил он свое образование, уже поставил в нем точку. Это параллельные классы при военно-морском училище Фрунзе, то есть, человек, который уже находится на должности командира, а не курсанта военно-морского училища, который там живет в казарме, командира, который факультативно получает корочки об этом образовании. Вот военно-морском училище Фрунзе с 26 по 28 год отучился в параллельном классе, выпустился. То есть, три года еще, да? Да. В общей сложности, вот если не брать это политическое образование, в общей сложности он учился за всю свою жизнь 7 лет. И мы покажем на инфографике вообще образование всех наших флагманов по их личным делам, потому что эти данные вы не найдете ни в Википедии, ни где-либо еще. Там пишется, там пишется, как правило, только уже военно-морское образование или военное образование, там училище и все прочее. А вот то, сколько человек учился до того, как попасть в училище, вы таких данных, кроме как в личном деле, нигде не найдете. Мне стоило определенного труда эти данные собрать. Самым образованным, кстати, смотрит Ацтрибут, который учился 15 лет в общей сложности, а вот Октябрьский с его семью годами общего обучения. Он, конечно, в явных-явных аутсайдерах среди всех советских флагманов, но имеется в виду, кто находился на должностях заместителя наркома и командующих флотами. Может, он какой-то морской волк потом служил на всех кораблях, ходил? Вот морской волк. Вот к вопросу о том, какой он морской волк. Он в 28-м году закончил вот эти вот параллельные классы военно-морского училища Фронзе и был распределен на Балтийский флот, еще не флот был, а морские силы Балтийского моря, командиром торпедного катера. И дальше он служит командиром торпедного катера. В 32-м году в Японии надо резко отреагировать на то, что японцы захватили Маньчжурию. Весь этот дивизион торпедных катеров посылают на Дальний Восток. Там он становится командиром отряда торпедных катеров, командиром дивизиона торпедных катеров, командиром бригады торпедных катеров из должности... Г-5, да? Да, Г-5. Из должности командира бригады торпедных катеров в 37-м году он становится командующим Амурской флотилии. Неплохая карьера. Да. А в апреле 39-го года, год по... Ну, большие годы покомандовав Амурской флотилии, он становится командующим Черноморским флотом. То есть, он даже эсминцем не командовал ни разу? Он не командовал ни эсминцем, ни крейсером, он никогда не служил ни в каком штабе, он не учился академических курсах повышения квалификации, тем более военно-морской академии. Все это его счастливо минуло. Вот это карьера. Вот это я понимаю. Да. И с апреля 39-го года он командующий Черноморским флотом. И когда вот он потом в этих своих показаниях, которые он давал Минцу, говорит, ко мне пришла делегация женщин, я в этот момент работал с картами, у меня возникает вопрос, а где его учили работать с картами? Смородок. В бригаде торпедных катеров. В бригаде торпедных катеров. Да, на Г5 огромные возможности расцелить карту, там театра военных действий, да, и вообще. Да, вот такие вот интересные зигзаги. Очень интересная информация, Мирослав Эдуардович. Я думаю, все удивились, кто смотрит. Ну, я думаю, что многие на самом деле знали, ну, а если не знали, то, по крайней мере, догадывались, но вот это вот был очень такой своеобразный в этом плане человек. Вторые моменты своеобразия его, что, конечно, его еще бог наградил определенного рода характером. Характер у него был довольно, как бы, как бы это сказать, чтобы не обидеть, все-таки, ветеран Великой Отечественной войны, довольно неуживчивый и, я бы не сказал, склонный к тому, чтобы, вот, для пользы дела где-то наступать на какие-то личные моменты и эмоции. Вот. Он, значит, чем отличился? Когда вот он был командующим Амурской флотилией, а Кузнецов был командующим Тихоокеанским флотом, это история второй половины 1938 года, я в одной из первых лекций о ней рассказывал, произошла авария эскадренного миноносца решительной, который переводился с судостроительного завода во Владивосток, вылетел на камни, корпус был разломан на три части, и, в общем, корабль был полностью потерян. Октябрьского поставили во главе правительственной комиссии по расследованию этого всего, и он там, в общем, очень-очень-очень разгромные выводы. И Кузнецов там вот в декабре 1938 года, как он пишет, ехал на главный военный совет ВМФ в Москву и считал, что после этого он не только будет снят, но, скорее всего, и привлечен к ответственности. А вместо этого ему предложили стать, как мы помним, замнаркома ВМФ. Потом последовала пролонгация до наркома в апреле 1939 года. Но, как говорится, роль Октябрьского в этом всей истории он не забыл. Отношения между ними были очень напряженные. Потом нельзя забывать, что Октябрьский был старше Кузнецова. И как мы видим, на целых 7 лет получается. Хотя Кузнецов себе 2 года добавил, но даже на 5 лет. Кузнецова он, по-видимому, считал выскочкой. Человеком, которому слишком, ну, себя он, видимо, так не воспринимал, а того считал, что вот он там через Испанию так вот выдвинулся, стартовал очень быстро, а сам толком не служил, многого не видел и так далее, и так далее, и так далее, потому что в его вот всех вот этих вот мемуарах, рассказах комиссии Минца всё равно вот это вот постоянно... Единственное, кого вот он почитал, это товарищ Сталин. Я под личным руководством товарища Сталина командовал Севастопольским оборонительным районом. Я вот то, я вот всё. Когда он говорит о Кузнецове, он, как правило, даже не упоминает его фамилию или имя отчества, он может написать нарком. Он часто может написать мне из Москвы указали то, мне из Москвы не совсем компетентно, грамотно указали это. Когда ты это всё читаешь в контексте и знаешь, от кого исходило это указание, ты понимаешь, о ком он это говорит. Причём у него такое отношение было не только к Кузнецову, у него отношение такое было... Ну, то есть, создаётся впечатление, что для него вообще все люди, делились на, так скажем, две категории. Первая, которая признавала его верховенство, из которой он с точки зрения большого начальника мог снизу вверх общаться. И вторая, это вот никчемных, некомпетентных, по его мнению, людей, которые ему мешали и которых он просто старался игнорировать. Другим ярким примером из вот этих отношений к людям может служить его отношение с командующим Приморской армии Петрова. которые тоже были весьма непростыми и о котором он я думал, что он только после войны, после смерти Петрова начал говорить, что это Севастополь, это всё я и только я. Я командовал Севастопольским оборонительным районом, как вот он в этих стенограмме комиссии Минца говорит, а у меня было куча заместителей. Там по флоту у меня был заместитель Фадеев, по связи такой-то, по авиации Остряков, по сухопутным войскам Петров. То есть у меня было порядка 15 заместителей, щелкну пальцами, они по любой вопрос, как я укажу, решают, и вот он один из таких, и не надо выпячивать. Он там вообще пришёл без войск, плакал у меня на плече, он был деморализован, я ему сказал, товарищ Петров, возьмите себя в руки, надо защищать Севастополь. А потом начинаешь выяснять никаких не 5 тысяч, как вы сказали, товарищ Октябрьский, а приморской армии в общей сложности около 30 тысяч вышло в Севастополь и так далее, и так далее. Но это мы немножко забегаем вперёд, но вот такие черты его характера... что он под личным руководством товарища Сталина руководил. Вот это ключевое. Такие черты его характера очень сильно отражались на его служебной деятельности и взаимоотношениях с другими людьми. И это тоже надо иметь в виду, когда мы рассматриваем историю принятия тех или иных решений в ходе войны на Черноморском театре военных действий. И Кузнецов, видимо, понимая, что товарищ Октябрьский, он человек такой, которого контролировать можно очень относительно, который всегда будет сам себе на уме и который может действовать из-за твоей спины. И это неоднократно было в 1941-1942 году. И в конечном итоге Кузнецову удалось добиться того, чтобы Октябрьского в мае 1943 года с Черноморского флота сняли. Он, для того, чтобы уравновесить его, он продвинул свою фигуру на должность начальника штаба Черноморского флота. Вот о ком еще хотелось бы сказать. Это Иван Дмитриевич Елисеев, 1901 года рождения, который был на момент начала войны начальником штаба Черноморского флота. Достаточно грамотный, видимо, человек. По целому ряду решений об этом можно судить. Но тоже почему его можно считать человеком Кузнецова? Однозначно тут между ними существует связь, потому что, когда Кузнецов командовал перед своей испанской командировкой крейсером «Червона Украина» на Черноморском флоте, Елисеев был у него старшим помощником. И дальше потом Елисеев переходит на штабную стезю, был начальником штаба бригады крейсеров, потом начальником штаба эскадры Черноморского флота, затем его буквально перед войной направляют на пятимесячные курсы усовершенствования при Военно-морской академии, где он формально хотя бы корочки получает академические. До этого не особо образование было у Елисеев? Нет, он окончил Военно-морское училище в Кузнецове. Училище академии, он в полном объеме не учился. Он ускоренный пятимесячный курс именно для того, чтобы занять должность начальника штаба Черноморского флота. То есть, он был образовыванием Октябрьского в этом плане, получается. Он был назначен на должность начальника штаба Черноморского флота только 26 апреля 1941 года. Практически накануне войны. Меньше двух месяцев был в должности на момент начала всех этих событий. И он, конечно, уже Кузнецов ему доверял. И он на должности начальника штаба Черноморского флота в большую часть войны находился до всей этой истории с гибелью трех эсминцев в октябре 1943 года и последующим разбором полетов по итогам этого всего. Но об этом мы поговорим уже намного позже по ходу наших лекций. Сейчас уже завершая, я что хочу сказать, что вот материалы вам изложил, были силы противника, у них были свои плюсы, свои минусы. Был на первый взгляд могучий, намного превосходящий силы противника Черноморский флот, у которого на самом деле тоже было огромное количество внутренних проблем. Флот этот был не сбалансирован по классам кораблей. Он строился на протяжении всех 20-х и 30-х годов под влиянием идей малой войны на море. Он готовился играть от обороны против превосходящего флота противника, который войдет через Босфор и Дарданейла на Черное море. Он готовился отражать десанты противника на Черноморское побережье. Но он не готовился не сам воевать особо у других берегов. Он не мог крупные корабли обеспечить дальним походе достаточным количеством эсминцев. Он не готовился к защите своих коммуникаций, на что прямо указывает отсутствие достаточного количества эскортных кораблей. Ну, что такое 13 ральщиков? Типа фугас, два сторожевых корабля спецподстройки, оба в капитальном ремонте, их всего два на все Черное море. Ну, там всякую шваль понятно, можно мобилизовать, но она по... Ну, что две сорокопятки на рыболовном траулере, что на том же самом пароходе, который он охраняет, тоже будет две сорокопятки. Кто кого тут защищает вообще? Можно немецкому пилоту атаковать одно, можно атаковать другое, и как бы одно другому не мешает. Денитная артиллерия, конечно, ну, просто ниже вообще чего-то, потому что сколько там, 16 орудий на трех кораблях 37-мм, это же вообще ни о чем. Автоматических, да. В сорокопятке полуавтоматы были, но попасть по летящему самолету, скоростному самолету, скоростному, да, из сорокопятки, ну, я не знаю, это та же самая сорокопятка, которая у нас, собственно, противотанковая пушка. Вот. С такой же успех можно было и с противотанковой сорокопятки по самолетам стрелять, сколько из этих. Поэтому делайте выводы сами. Вот часто просто говорят, Черноморский флот обладал огромным господством, ничего не сделал. А на самом деле Черноморский флот, он был далеко не всесилен. Он был в значительной степени являлся видимостью какой-то проекции той силы. Еще раз повторяю, что нельзя судить о характеристиках кораблей по их таблице с тактико-техническими характеристиками и справочниками по корабельному составу. И точно так же о боевых возможностях флота нельзя судить то по какому-нибудь там ежегоднику Джейн, там боевые флоты, где перечисляется просто номинальный состав флота. Все намного глубже, намного сложнее. Это определяется и то, кто во главе этого флота стоит, и каким судоремонтом обеспечен этот флот, и как организовано тыловое снабжение еще огромным-огромным-огромным количеством факторов я в ходе своих лекций вот по Балтике старался показывать взаимосвязь этих вещей, когда несрастание в одном каком-то месте может, если не обнулять, то значительно сокращать боевой потенциал. И вот Черноморский флот на момент начала Великой Отечественной войны, на мой взгляд, это тоже достаточное представление в этой области. Ну, а о том, как вследствие вот этого положения, в котором он находился, ему удавалось выполнять те задачи, фактически, которые возникли после начала Великой Отечественной войны, мы уже поговорим в следующих наших лицах. Да, вот только хочется отметить, что вот еще раз подчеркнуть, то, что вот это вот какое-то наплевательское отношение противника, по большому счету, который не удосужился там даже свою авиационную компоненту накачать до определенного уровня, достаточного для противодействия флота, это, конечно, нам очень повезло, потому что, будь там еще не одна эскадра бомбардировочная, а две эскадры еще плюс, то вот эти даже табличные штуки с этими кораблями... Мы немножко обережаем события, но я так скажу, что если бы немцам удалось подтянуть уровень румынского флота до удовлетворительного и произвести хотя бы несколько активных минных постановок, то я не знаю вообще, что было бы, потому что не то, что вот советские конвои в 41-м году не ходили по Черному морю за тралами, потому что на Балтике там все, трибут с 3-го июля сказал, все проводки конвоев за тралами, и это выполнялось решение. А вот на Черном море не то, что конвои не ходили за тралами, а как ходить, когда 13 тральщиков на все Черное море, да, у нас до ноября 41-го года вообще огромное количество судов на Черном море ходило без всяких конвоев. И что бы было бы, если бы немцы начали бы ставить на подходах к портам минные постановки. Серьезные? Да. С румынских кораблей не ставили все-таки. Ну, самолетов, да, но это донные мины, они все за 25-метровые забаты ты можешь не бояться подрыва. Слава Богу, это не Балтика. Там ты выходишь из порта, очень быстро проходишь эту зону, и идут уже солидные глубины. А якорные мины это совсем другое. И если бы начали ставить на подходах к Одессе и на подходах к Севастополю. Ну, вот, например, куча военной истории знает таких примеров. Вот, общеизвестный факт. В норвежской кампании немецких подводных лодок произошел массовый отказ торпед. Ну, там фактически две вещи сплелись воедино. И отказы магнитного взрывателя, и ошибки, которые выдавал по глубине хода торпеды проходили под кораблями. Вот они друг на друга наложились, и получилось так, что за всю норвежскую кампанию немецкие подводные лодки один единственный пароход торпедировали. Всё. А если бы всё работало бы как часы, то вообще непонятно, смогли бы англичане нормально в Норвегии высадиться, там какой-то Нарвик захватить. И здесь то же самое. Если бы немцы реализовали весь тот потенциал, который вот чисто номинально был у румынского плота, в плане минных постановок, там 4 эсминца, если бы они ходили с нормальной скоростью, и могли бы плавать в темноте, штурманская работа никакая пишут. Вот эти вот Адмираль Муржеску, современный Минзак, два вспомогательных крейсера, тоже достаточно быстроходных. Там нечего было за ночь сходить где-нибудь накидать мины и вернуться, как это он какой-нибудь лёгкий крейсер Бреслау делал на Чёрном море в годы Первой мировой войны. И стояли бы все на ушах, потому что тралить это всё, даже просто водить сюда за тралами, просто действовать так исходя, что в этом районе могут стоять мины противника. Я не знаю, там этих перевозок бы не было. Оборона Одессы, оборона Севастополя уже на себе неслабый отпечаток по численности доставленных грузов, если бы это всё было реализовано. Но этого, к счастью, не произошло. И с Люфтваффе такая же история. Поэтому да, было много моментов, в которых нам пофартило, скажем так. Поэтому надо понимать, что всё было далеко не так безоблачно, и требовать от Черноморского флота, чтобы он там порвал в клочи румынский флот, ну, мягко выражайся, такого быть не могло, наверное. Уж не бог весь какой румынский флот, но и Черноморский имел свои моменты. Спасибо большое. мы уже поговорим в следующих лекциях. Да, договорились. Спасибо. Вводная лекция была отличная. Друзья, ещё раз большая просьба.